Друзья, поздравляю вас с праздником Сретения Господня. Это великий праздник нашей Церкви. Этот праздник мне особенно дорог, потому что в честь этого праздника называется храм, в котором я совершаю свое служение. Храм Сретения Господня. И хотел бы искренне вас поздравить и пожелать, чтобы Сретения, то есть со славянского встречи, встреча человека с Богом, она произошла и в вашей судьбе, и чтобы эта встреча, она изменила вашу жизнь, чтобы она преобразила вашу жизнь, чтобы она наполнила вашу жизнь смыслом, так же, как наполнила смыслом тех, кто ждал Христа и встретил Христа. Это в данном случае евангельский сюжет о том, как Христа приносят в храм на сороковой день после рождения, и встречает его праведный Симеон, которого мы называем Симеон Богоприемец, и Анна Пророчица. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, где праведные люди встречают Бога, а не встречают Его в храме Божьем. И поэтому, конечно, вспоминая также библейские слова о том, что Бог есть Дух, и Он обитает где хочет, но есть особое место, особое святое, освященное место пребывания Бога, это храм Божий. Поэтому, когда мы идем в храм, я думаю, что мы должны задуматься именно об этом, о том, чтобы наша встреча с Богом состоялась в храме. Не о том, чтобы роптать в храме, или там, может быть, выпрашивать что-то себе, там требовать, может быть, не о том, чтобы заниматься пересудами со своими знакомыми, но прежде всего мы призваны к тому, чтобы общаться с Богом, встретить Бога в своем сердце, почувствовать в сердце такой отклик, отклик, призыв Божий. И для этого наше сердце, оно должно быть готово, должно быть настроено на нужную волну. Это как, знаете, с радиостанциями. Если мы настроены не на ту волну, то сколько бы мы ни прислушивались, мы не услышим там, понимаете, Бога, если Он вещает, например, на другой волне, на другой частоте. Поэтому мы должны узнать, а как же вещает Господь? Что Он хочет от нас? Как Он хочет? Какими мы должны быть? И действительно, если мы почитаем тексты Священного Писания, если мы внимательно смотрим всю свою совесть, то совесть будет нам подсказывать, что такое чистота сердца, что такое доброта, что такое отзывчивость, что такое искренность. И другие качества души, добродетели, которые позволяют нам встретить Бога. Они есть только лишь средства для того, чтобы мы обрели в своем сердце Бога и полноту Его благодати.